МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале у студии Ирина Смольская. Витаю вас и сегодня в выпуске. Генеральная уборка на Минщине проходит месяц доброго порадкования и озеленения. Уже очень много сделано. Основные территории производственные уже убраны. Витаминная пропанова сельгаз-предприемства и столичного района подалечили экспортные поставки сады вины. Это, наверное, самый урожайный из всех годов. Призма минулого у одной из наистарейших установ адвокации Червенского района по окрупицах одновляют историю школы. Ветераны некоторые дают нам отдельные советы. Память про споколение. Репортаж Виктории Свирской. Генеральная уборка на Минщине проходит месяц доброго порадкования и озеленения. Глянец наводится не только у населенных пунктах, а и на территориях, приватных до молодания. Субботники у района гладятся с початку костричника. По выниках акции плануется завершить подрыхтовку объекту городской господарки до зимого перейду. У приватности скончить ремонт дорог, фасадов и дахов-будынков, а так само пополнить запасы пяшчана соляной сумеси. У планах и доброго порадкования парков, скверов и могилок. Жихары в области активно включились в працу. Сегодня идти уборка дворов, а для стоты подъезда, шмат подарховок от смельца, а так само ремонт дитячого гульнявого обсталявания. Месяц октября был у нас месяцем благоустройств. И мы с радостью помогали убирать парки, возле школы, территории. Команда у нас очень дружная. Все друг другу помогают, всегда готовы прийти на помощь в любой момент. Сама по себе, чисто любимый человек. Я люблю, чтобы было везде красиво, чисто, аккуратно. И поэтому с удовольствием пришла сюда, чтобы пробрать. Осень – это всегда время, когда уже основные работы выполнены, как бы уборочные. И остается время еще до зимы подкрасить, подремонтировать где-то, что-то построить. Люди выполняют эту работу. Уже очень много сделано. Основные территории производственные уже убраны. Профессийный подыход до усмешки. Лепшие донтисты сустрелись на одмысловом конгрессе у столицы. Международный стоматологичный форум проходит у Минска уже у десятый раз. Традиционно у рамках конгресса проводится и специализованная выстава. У мероприемстве удельничают и докторы Минской в области. Для специалистов это уникальная макшимость – познайомиться с найновшими технологиями, усталевать деловые контакты и полепшить свой профессийный узровень. Все это своим опытом с астоматологами Мишины поделятся представники восьми краям свету. Такие мероприятия приносят огромную пользу в первую очередь населению Республики Беларусь. Почему? Потому что идет богатейший приток новых методик, новых технологий, которые наши доктора впитывают в себя и передают нашим пациентам. На их счастье и здоровье. Дарычи и стоматологи столичного региона, что год с цикавостью чекают форума. И традиционно вертаются у свои працовные кабинеты с новыми технологиями и методиками. Нужно быть на стрёме, всегда нужно быть конкурентоспособными, потому что стоматология развивается просто семимильными шагами. А внедрено у нас, например, как в области, в пять лет мы уже внедрили дентальную имплантацию. Все это уже безболезненно, очень комфортно. Комфортные стоматологические кресла, новые методики. Некоторые пациенты просто засыпают в кресле. Троеды у Слуцку. Там подчас пожару загинули муж и женка. Узгаранья зауважили суседи и выкликали допомогу. Литерально за некольки хвилин один из жилых покоев, где спали господары, целком знижшил огонь. 15-годовая дачка загинулших поспела выбегча на улицу. И она прочнулась, когда спрацовал автономный пожарный оповещальник. Попередняя причина узгаранья – непотушенная цигарета. Витаминная пропанова. Сельгаз предприемства Миншины повеличили экспортные поставки садовины. Основные покупники – спрыжутцы из России и краин Балты. Только сё лето садоводы сельгазпродприемства «Старыца Агро» Копыльского района отправили у Санкт-Петербург амаль 40 тонн яблоков розных гатунков. Белорусские витамины тут корыстаются попытом. Садовина не соступая по якости замежной селекции. Заковиты уроджаи так само поставляют у гандлёвой организации «Старицы». Выращенную продукцию реализуют на сельгаз-кирмашах. Отправляются яблоки и на пера-процолку. Вытворцы забеспечивают витаминным товаром больницы и установы системы эдукации. Уже реализовано 460 тонн плодов. 40-40 покладено на долготерминовое заховывание. Все это строилось для хранения картофеля. Но когда у нас появился сад, переоборудовали, утеплили стены, двери, реконструкцию сделали, утеплили. И также поставили микроклимат, который обеспечивает температуру хранения. Это, наверное, самый урожайный из всех годов, который мы знаем. В этом году собрали 500 тонн. Это больше 10 тонн гектара. В этом году сезонный кермаш Миншины отбудется в ближайшие выходные дни на пляцовце Каля Палаца Спорту. Свою продукцию на ее представить больше за 300 денег. Тут можно будет набыть городину, садовину, мясо, рыбу, мед, молочные продукты. В делу кермашей примут не только предприемства, но и фермеры столичного региона. Вытворцы Миншины в этой дни представят свою продукцию и в других районах города. Самой буйной станет пляцовка Каля, чыжу Карены. Дарычы, поводли мониторинга цен, які проводить областное управление гандлю, все летние кермаши дозволят покупнику значна заканомить. Призма минулога у одной из наистарейших установ адукации Черенского района, лядинским дитячым садзе сайродней школе, по крупицах адновляюць историю, починаючи с зареволюционных годов. Папередничала гэтаму вялекая пошуковая праца. Пачиналася ўсё с пепаробага летопису, які сёня знаешоў в асабленне ў школьный музей. За 110 годов, што існуя научальная установа, тут змянилася 11 дырэктору. Са многим із їх, а так сама педагогами, які працавалі ў школі, сёняшні настауніки прытрымлюцца тесную сувяць. Менавіта на їх, у спамінах, фотостымках і особистых речах заснована музейна експозиція. Частка матеріалу працтавліны Мінским обласным архівам. Память праспакаліні. Репортаж Вікторії Свірськой. Шости паліку директор лядзінськой школы Казімір Вяржбіцькі, апошній раз у якості директора навичальної установы, сюди заходів 30 год тому. Гэту школу ёону зводів з нуля. Знаете, для меня эта школа очень памятна. За свою жиль я это уже построил третю школу. Пройшло много часу отчування, что выкладав ёон тут яща учора, тольки древи, святки гадов, які засталися удалёким минулим. Сюда завозили маленькі ёлочки, берёзки и так далі. Они были, ну, рост человека. А тепер уже, смотрите, очень большие дерева. Вот это и резко изменило вид. Йон вучуся на географ Амару Шмат подорожничать і подорожничав на уроках со своими вучнями. Профісія вельми гудко стала його призванням. Усі сілы ён отдаваў школі. І не выпадкова, що сёння тут ён чаканый гость. Здравствуйте, Казімир Ваужанцевич. Здравствуйте, мой дорогой. Здравствуйте. Казімір Ваужанцевич памятай аздаецца кожны сантыметр. Ну, здесь была учительская, как они думали, а дальше это там кабинет был директора. Экскурсия у музея, який был створен у Тымліку, дякуючи Казіміру Вяржбіцкому на стендах, знайомые усьо моменти. Вось он проводит урок Міру, а вось уручаю выпускникам атестаты и похвальные лісти. Ще були учителя, агітаторами. Многі, значит, и лекции читали. Обязательно выступали по населенных пунктах. Родическое собрання теж проводили по населенных пунктах. Выездные? Да, выезжали. Вот в деревня Кобжиў, там другие. Вот мы сейчас тоже это практикуем? Да. Музей створався на основе успаміну былых педагогов, а так само на архівных матеріалах. Те матеріалы, які маються, документы и фотознамки, это в основном я збирал. Вот за матеріалами дореволюційного часу, там 20-30-х годов я ездю в державный архів, робив выписки, потому что тогда еще зроби ксерокопия была достатково тяжка. Ну и потом эти документы, так что у нас такий период дореволюційный просоченный вельми добро у всі наставники с 1903 года, аж воно по 17-й есть. Сувість по межпокаліннямі тут отшивальна вопыт наставників пенсионеров пераймаюць и в учній, и педагоги. Вот, например, ветераны некоторые, вот Казимир Малженсович, он был директором нашей школы. Есть, конечно же, еще одни ветераны, и они тоже внесли свой вклад в развитие этой школы. Мы их часто очень видим, и они дають нам дельные советы, не только нам учащихся, но и нашим педагогам. На День учителя мы приглашаем всех педагогов. И еще такая традиция есть, что первый педсовет мы проводим совместно с педагогами-пенсионерами нашими. Вот, это августовский педсовет, на который мы приглашаем, делимся своими успехами, поднимаем вопросы и получаем, конечно же, правильные ответы. Все не начали раньше думать об створении районного музея эдукации. Уже за парадой звернулись от долядинских педагогов. Как грунтовно и из мястоуно рассказать про целую эпоху, тут это докладно ведают. Виктория Свирская, Сергей Васюкевич, Минщина. И на этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok